В Дальневосточном федеральном университете открылся уникальный музей современных биотехнологий. В нем представлены экспозиции, посвященные достижениям биоинженерии и биотехнологий. Среди проектов студентов и аспирантов – очистка океана от пластика и нефтяных пятен, выращивание искусственного мяса, сохранение старинных картин. Сотни ребят с горящими глазами, которые проходят тесты, которые интересуются этой самой современной передовой отраслью науки. И я очень благодарен федеральному университету компании «Арника» в городе Владивостоку за то, что такие объекты появляются. И мы, конечно же, будем дальше поддерживать как образовательные организации, так и экономический сектор, для того, чтобы в Приморском крае, на острове Русский создавались подобные проекты, для того, чтобы наши школьники, студенты видели перспективы своей реализации именно на самых передовых, самых, если хотите, высокооплачиваемых секторах развития экономики и бизнеса. Поэтому я сегодня еще раз всех поздравляю, верю, что этот проект, который сегодня только стартовал, даст огромный получок для развития этой сферы в Приморском крае. Биотехнологии применяются в аквакультуре, медицине, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и других сферах. Они помогают решать глобальные проблемы – от защиты окружающей среды до борьбы с неизлечимыми заболеваниями и голодом. В ДВФУ подчеркнули, что этот проект является уникальным для Дальнего Востока. Его основная цель – популяризация науки и технологий, которые можно назвать основой будущего. Артем Белов и Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.